Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Да, брал кредит, половину выплатил и начался коронавирус. Короче, работы нет. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. Я от облаты не отказываюсь. У каждого не возможно, что я оплачу. Я от облаты не отказываюсь. О чем идет речь? Если человек попал в сложную, изгрызанную ситуацию, а именно, его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. Так, давайте, тогда ко мне, значит, на Богданова снимите, что это один на паспорт. Возьмите, во что переодеться на третий случай. Если выблата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик. Смольянов взял кредит. Захваление уже тем самым, или что? В каком-то смысле, да, нарушается гонодательство. Становиться заложником требований кредиторов. Реальный, это даже не обритель в погонах, а коллектор в погонах, это прямо вот реально. Коллектор в погонах. Использует свое должностное положение для того, чтобы повлиять на тебя, чтобы ты либо отдал ноутбук, я так понимаю, либо отдал деньги. Друзья, меня зовут Вадим Серов. Мы занимаемся общественной деятельностью и оказываем квалифицированную юридическую помощь. Распространите этот сюжет во всех своих социальных сетях. И не забывайте писать комментарии под видео. И если ты еще не подписался на наш канал, то сделай это прямо сейчас. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам. О чем идет речь? Если человек попал в сложную, изгрызненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций. Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попасть в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Да, учитывая, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, 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 я слушаю. Вопрос какой у вас? Ну, вы мне приспали, чтобы я вам перезвонил. Представьтесь, как он зовут. Смольянов Эдуард Алексеевич. А, все, понял. Да, материал проверки поступил. Ага. Сейчас я секунду открою документ. Так, Смольян, Эдуард Алексеевич, 9-го и 5-го года рождения. Зарегистрировано, значит, в Орольской области, на Лысомский район, село Орлово. Все верно, да. Эдуард Алексеевич, обращались в банк ОТП, значит, обращение поступило от юристов. Формяли там что-то? Да, брал кредит, половину выплатил и начался коронавирус. Короче, работы нет, чем платить. А вы где сейчас находитесь? В Новоустове. Сама ваша сказала, вы в Волгограде где-то? Да это я ездил просто в командировку. То есть вы уже приехали сегодня? 20 минут назад вы были в Волгограде, а сегодня приехали? Нет, я просто ехал оттуда, она-то не в курсе. Я понял. Ну, последний раз платили в марте, то есть 3 месяца неоплата. Вы вообще готовы этот вопрос решить? Все, готов. А каким образом его решать, если сейчас карантин в стране, и работы нет вообще? По условиям договора с банком вы не обязаны работать вовсе. А, понятно. Два варианта. Либо я в дознание сдаю, считается. Мы вызываем вас, опрашиваем. Ага. Либо? Либо вы просто закрываете вопрос. Сумма ущерба, как они заявили. 26 тысячи. Ну, 26 тысяч, да, я понимаю. Но вы тоже поймите, что сейчас на работе нельзя. Я тогда в дознание сдаю материал в понедельник. И все. Ну, я ничего не могу поделать. Так, давайте тогда ко мне, значит, на Богдана Хмельницкого, 61А в понедельник. Хорошо. Хорошо. Да, в паспу. Собой возьмите, во что переодеться, на третий случай. Ага. Богдана Хмельницкого, как? 61А. 61А, ага. Телефон это вообще у вас на руках? Или ноутбук? Ноутбук. Ну, у меня, да, на руках. Возьмите с собой документы на него. Хорошо. Все, тогда на связи. Ага. Так, а сейчас мы будем звонить участковому полиции, который на страже банков, кредитных организаций. В общем, у него должность... Коллектор. Коллектор в погонах. Набираем ему. Да, вот. Алло, участковый, здравствуйте. 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 Ну, вот вчера с вами разговаривали, я Смолянов Эдуард Алексеевич. Ну, да, говорим. Вот. Мы с вами договорились встретиться сегодня. Ну, я просто уточнить, вы говорили, там, надо взять с собой какие-то вещи, ноутбук, документы. Ну, ноутбук вы будете брать или нет? Ну, вы мне сказать, вроде взять, я и звоню, уточнить, какие еще надо документы с собой. Ну, паспорт возьмите, чтобы вас пропустили, да, будем в отделе там дотрашиваться. Ага, короче, паспорт, ноутбук, да? Да, вы сейчас где вообще территориально? Я сейчас в Новосконе. Да, а где именно? Там в центре, недалеко у друга. Вы за рулем? Ну, да. Да, подъезжайте сейчас к седьмому отделу полиции. Прямо сейчас? Да, я жулик привел сюда, сейчас пока здесь на месте. Ага. Ага. А что за машину у вас? Машина? Ладу Гранта. Ладу Гранта. Денег на бензин, да? Денег на бензин нет. А вы с какой целью интересуетесь? Ну, как, с таком. Мне надо что-то встанавливать, почему не бывает. Понятно. Денег на бензин нет, то есть вы, получается, толкаете их передо себя. Нет, почему? Все-таки заправляетесь. Ну, да. А почему не хватит на эту кредит? Как так получается? Потому что нет работы. Седьмой отдел полиции, он нам сказал, что... Да, не прошло, да. Да, наберите. Ага. Ты посмотри, какой дерзкий. Реально, как коллектор себя ведет. Коллектор в погонах. Да, вот. Алло, ну, я вот тут свернул на баррикадную, где автомойка стою. Куда дальше? Так, смотрите. Ага, видимся. Алло. Раз, видите, смотрите, мне встали. Ага. Вас плохо слышно. Подразумите меня, где-то. На автомойке? Да. Все хорошо. Белый гранд. Белый гранд. Белый гранд. Белый гранд. Белый гранд. Насколько знаю, крово. Ага, вы что-то. Они, 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 там, она... Вас плохо слышно, у вас, наверное, связь не ловит. Сейчас, говорю, дополнительный юрист. Сейчас просто перезвонит их там. А, дополнительный юрист еще будет? Ну, и там не заявить. Там все вместе встречаться. Если что, он сейчас подъедет, да, там с вами пообщается. Ага. Сейчас не случится. Ну, на баррикадной как свернул и это, на автомойке. Я понял. Рядом с автомойкой. Да, блядь. Ага, хорошо жду. Понятно. Тут же организация встреча целая. Получается, меня выдернул, чтобы с ними свести. Да, да, да. Объяснения тут, видишь, никакие уже не нужны. Да, да, да. Ты посмотри, какой хитрый. Это реальный, это даже не обритель в погонах, а коллектор в погонах. Это прямо вот реально коллектор в погонах. Использует свое должностное положение для того, чтобы повлиять на тебя. Чтобы ты либо отдал ноутбук, я так понимаю. Да, либо деньги. Это называется гражданское правовое отношение с применением насилия морального. И деньги, которые я задолжал под три платежа полностью все. А, даже все хотят они? Ну да, он сказал, вот вы половину выплатили у вас в 26 тысяч, половина осталась. Вот либо вы, говорит, 26 тысяч, это вот вчера у меня, когда звонил, первый раз, когда мы с ним разговаривали. Либо 26 тысяч, либо, говорит, я в дознание отдаю какое-то как-то дознание, в дознание передаю дело. И тогда что-то страшное будет происходить с тобой? Ну, дальше он сказал взять с собой документы, смену одежды и приехал. Понятно, потому что все самое страшное как раз будет там. Наверное, да, скорее всего. Что-что? Да, да, да. Смотрите, я сейчас выходу на участке мирового. Я являюсь чуристом. Ага. Ну, я здесь участкового жду, мне ему объяснение нужно дать. Ну, вот, он сейчас набрал, значит, потом дадет, говорит. Ага, а куда надо ехать? Ну, за спектр, у тебя все равно есть, то есть где надо ехать? На баррикадной. А, да, баррикадная, она большая, вы можете к остановке подъехать? К остановке, в длинновент смогу. Давайте там встретим. Ну, вот, смотрите, я на баррикадной, как на баррикадную сворачиваешь, здесь слева автомойка, сейчас скажу, как штаб называется. Вот я прямо напротив нее стою. Я понял вас, ну ладно, на баррикадную. А через какую будете? Буквально, вот, я сейчас в Волгоградске выезжаю еще. Ага. Все, понял. Позвони ему сейчас, да, а потом сразу перезвонишь участковому. Скажи, без участкового я встречаться не буду. Ага. Все, не берет. Его обязанность выгонима, да? Стали все. У вас остыковать. Не берет, не берет. Давай, знаешь, как сделаем? Отъедем. Отъедем отсюда. Да, отъедем. Чтобы он посуетились они, они должны организоваться вместе, они один юрис приедут. Нам нужно лицо этого коллектора в погоне. Прям поехали, вот здесь, где фура, с правой стороны встань, вот тут, прям, да, да. За ней или туда проехать? Не, вот здесь. За рожан может. Не, 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 нормально, вы здесь где-нибудь сбоку на открытой площадке. Стой. Здесь открыто все везде. Алло. Алло. Да, у меня у вас там очень совет. Ага, а у этого, с вами сотрудник, с вами участковый. Он на жиле. Что? Объехал. Он меня попросил с вами переговорить. Я заявитель в любом случае. А, ну а он просто попросил, чтобы я подъехал, дал ему объяснение. Ну, все будет, давайте с вами переговорим. А, ну давайте, как будет участковый, тогда и всем переговорим. Нет, ну если вы хотите в розыск. Что? То есть вы выбираете какой вариант. Давайте выделите банку, сейчас встретимся. В каком отделении? Свобода 73, отделение банка будет. Отделение банка? Да. Так я ж сотрудника жду. Ну, я понимаю, но мне ж не вам объяснение давать, а сотруднику. И нам. Вы нам должны деньги. Я вот сейчас с собой документы ваши взял. Потому что сейчас он подъедет. Если надо, мы к нему сейчас гоним. Ну и... Вы обманули или вы на месте где вы? Я вот на черном Nissan Murano. Ну и я тоже рядом. Ну, просто я-то жду участкового. Ну, сейчас он подъедет. Он вам что сказал? Он сказал, что бы я подъезжал сюда, и он подъедет. Мы с ним встретимся. Вы подъедете, вы тоже, и будь то он у меня брать объяснение. Во-первых, объяснение на месте никто брать не будет. Как минимум, это надо будет делать в поликоучастковом пункте, в полиции, в полиции. Отпись, что вы встретиться, договорились, что давайте встретимся. Где еще? Я здесь. Давайте подходить. Ну, в участковый будет, подойду. Нет, если вы хотите, я могу и в Орлову приехать к вам. Ага. Ну, я понимаю, а вы-то зачем поедете, если мне уже полиция звонит? Полиция в том, что я вместо заявлений не знаю. Ну, ну, значит, полиция, значит, если даже приезжать, значит, полиция должна приехать, а не вы. Почему? Заявитель банк. Мы тоже нашли безопасность, даже в том, поедем. А, понял. То есть вы обманули сейчас выходить. Проблем, да? Таким образом решили все решать. Нет, проблем я не хочу. Я хочу просто, чтобы было все как положено. Мне сотрудник... Тогда вам надо оплачивать, и становится в порядке каждый месяц. Ага. Видите, как хочу. Где вы сейчас? На баррикадной. Ну, вот я у кафе штаб встаю. Кафе, а у мой. Где вы сейчас? Тоже рядом с мойкой. Что? Тоже рядом с мойкой. Подходите сюда, вы меня видите? Ну, а где сотрудник-то, блин? Как я без него буду с вами встречаться? В машине, на заднем сиденье. Сотрудник, участковый, да? На заднем сиденье с вами уже сидит? Понял. Ладно, до свидания. Тогда мы к вам в Орлово приедем к маме. Ага. И что там будет? Я не сегодня вечером. И что там будет? Ну, вы узнаете. Как вам удобнее сегодня? Сейчас поговорить с конкульным или в Орлово на месте. Ну, сейчас мы сначала с этим, я сейчас увижусь с участковым, мы с ним сначала встретимся, он объяснение с меня возьмет, а потом будем с вами уже разговаривать. Давайте я сейчас участковому позвоню, а потом вам перезвоню. А вы сейчас делаете? На баррикадной улице, я вам уже сказал. Сейчас я вам перезвоню, сейчас я участковому наберу, узнаю, где он что подъедет, нет, а потом вам перезвоню. Твоя задача участковому по-любому должен быть. Я буду общаться с вами только с участковым. Меня участковый все опоздал, не вы. Поэтому общаться было только с ним, соответственно, вы можете присутствовать, все. Понял? Звоните участковому, скажи, я только с вами буду общаться, в присутствии, если вас не будет, то я тогда уезжаю. Только в вашем присутствии, потому что вам все... Да, я понял. Запаснее. Да, алло, слушаю. Алло, ну вы подъедете или нет, потому что... Да, все, я еду, смотрите, значит, вы где находитесь? На баррикадной. Где именно? Ну, тут мойка на повороте недалеко от нее. Ага. Мне сейчас позвонил сотрудник банка, сказал, что вы на месте, я вас повесткой буду вызывать. Я на месте, но просто я с сотрудником банка, буду общаться только в вашем присутствии, потому что вызывали меня вы, я приехал к вам. Я понял. Вот. Ну вы сейчас где? На баррикадной, я еще раз повторяю. Ну вот теперь вы видите черный мурану. Ну зачем мне идти к сотруднику, если я жду вас? К сотруднику я вот в нем нахожусь. А, вы с ними? Конечно. Понятно. Вы сходите сюда. Что? К ее. Ладно. Вон он. Да. Да. Ну вот он, подъезжает. Сейчас тебе придам, погоди. Выйди, выйди, выйди. Выходи, выходи. Быстро. Выйди, выйди, выйди. Включил запись? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Давай, показывай. Я представитель банка. Что у нас? Сотрудники теперь исполняют обязанности коллекторов, да? Если материал написать человеку, почему сотрудник полиции, если у него материал проверки? Уже нет, значит, сотрудник полиции, я представитель банка. Вот этот представитель банка и нам известный его. Гражданин, значит, Смольянов взял кредит. Так. С закладением уже тем самым или что? В каком-то смысле, да, нарушается законодательство. Взяв банки ОТП, вы представитель ОТП? Конечно. Взяв банки ОТП, совершив при этом, получается, когда взял, он совершает преступление, по вашим словам. Если он не оплачивает, да, он нарушает законодательство. Какое преступление он совершает? Гражданский кодекс. А преступление? Преступление. А для вас нарушение гражданского кодекса? Послушайте, гражданский кодекс, гражданское правоотношение и какие-то уголовные деяния, это две большие разницы. Причем здесь уголовные? Я сейчас не могу объяснить. Преступление. Преступление может быть только в уголовном праве. Нет, подождите, подождите. С точки зрения, вообще, в принципе... У вас гражданско-правовые отношения. Если вас не устраивает что-то, обращайтесь в суд. Да и будет суд. Уже есть суд. Послушайте, вам 6 месяцев заплатили. У человека нет возможности. Пандемия. Вам нормально объяснили. Мне не волнует, какая пандемия. Послушай, я понимаю, что не волнует. Быстрить не надо. Куда ты поехал? Давай сюда сотрудника вызывай. Участовый. Вы сами позвоните ему. Нет, ты звоню, у тебя на связи, на контакте все с ним. Конечно. Подождите, ты куда собираешься? Что вы будете делать? Выходи, в чем не подождите? Машина будет... Послушай, ты скажи, пожалуйста, ты вообще... Ты сотрудника что-то зови давай. Участовый, зави сюда. Сотрудника, зови. С какого участкового? Кто ты? Участкового, мы сейчас заявление на тебя будем писать. Подожди секундочку. У нас есть сотрудника? Участкового, нет. Участкового этого? За что? Вы звоните, в дежурк. Да не надо, не надо. Вообще, нам дежурк. Я не знаю, как дежурк. Нам в участковый нужен. Где участковый? Участковый. Звони участковому. кто приставит, как вас зовут? почему вы меня сейчас с убийством угрожали? убивают! скажите кто это что? балабол вы такие же балаболы вы такие же балаболы вы такие же балаболы так и я по существу а вот гражданин Смальянов взял кредит и не платит и специально пригласил его для того, чтобы вы устроили этот сыр да не надо! да с чем нет возможности? а какой нет возможности? где вы то? а почему вы ко мне подходитесь? а зачем вы мне подходите? это вы не традиционный сексуальный репетаж вы не традиционный сексуальный репетаж чего? гражданин Смальянов взял кредит и не платит давай у участового заверите нарушает законодательство спокуску ты держи нормально телефон плохая съемка будет ты разверни его мы вместе в кадр попадем вот так разверни вот гражданин Смальянов который пригласил этих граждан Граждане не представляют, нарушают закон, нарушают закон, принимают меня, я не знаю эту причину. Ты юрист? Так ты еще и тупой юрист получается. Какой юрист? Тупой, отлично. Какой я еще юрист? Петушиный тупой юрист, отнарушил закон, нет? Может быть, да. Может быть, да. Королев, гражданин, еще раз имел номера машины, на которой... Снимите! Давай, давай, давай. Давай твою тодировку снимем. ДПС называй, мы как раз заявление написали. Давай, КИБДД, да. Вот, пожалуйста, граждане, приехали на машину, могут купить тонированными стеклами. Слышь, может, ты нам еще лезгинк? Да, нарушитель, нарушитель, но тут никто не отрицает. Есть тонировка, что теперь? Так, оформе, оформе. Данин Шмальянов как минимум нарушил закон, гражданской правовой форме. Еще и тонировку есть. Ты ГИБДДшник или кто? Подожди, ты ГИБДДшник или представитель банка? Зови, давай, звони участковому. Да, алло. Участковый, наверное. Алло. Пусть едет сюда, скажи, уже известны все его данные. Да, Сергей Николаевич, с двумя сотрудниками, какими-то непонятными людьми, приехал, ведут видеосъемку, да. Давайте, ну, на свободу 73. Так я и сказал, мы туда, в отделение банка сейчас подъедем. Вы согласны подъехать в отделение банка? Да, он не поедет. А, ну, он никуда не поедет. Сотрудника полиции ждет. Сотрудника полиции ждут какого-то. Какого-то? Да ты же сам сказал, что должен сейчас участковому подъехать. Не, ну, что ты тут говорил. Ты был обоон собеседник, да? Ты вообще, скажи, воню, с машины на заднем сиденье сидит. Открывай, посмотрим. Ну, что вы, блядь? Чего ты? Да не надо мне, да? Что ты, что ты? Не буксуй, не буксуй, не буксуй. Тише, 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 тише. Тише, 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 тише. Машина стоит, наверное. Аккуратно, вы еще дороже. Не буксуй. Не надо, аккуратней. Не буксуй. Видеосъемка ведется еще одна. Да, да, да. Отлично, отлично. Подожди, подожди, подожди. Лучку можно поломать нечаянно. А потом, а потом будут проблемы у тебя. Братан, да ты сейчас... Тише, ты знаешь, смотри. Уже сверху? Смотри, ты, бля, треснула. Смотри, ты, бля, треснула. Сосломанной дверью ездишь. Ты, бля, треснула. Сосломанной дверью ездишь. Лагон. Отвони. Ты куда? Уезжаешь? Да ладно, да. Ну что с собой. Ой, ой, ой. Да, сихрик, ой. Хлопает, хлопает. Слышь, дурачок. Участкова давай, гони сюда. Идиот, блин. Счастливого пути. Он это поведение был достоин, да, Лех? Он был достойным это поведение. У меня слов нет.